Партнеры программы «Мебельный дом Амида», Масло Федорович, ресторан «Чаплин». Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире кулинарное шоу «Вкусно». Мы продолжаем вместе с нашими гостями и телезрителями дарить вам замечательные блюда. Сегодня мы пригласили очень интересного человека, директора мебельного дома Амида, Березовскую Светлану Юрьевну в студию нашего гостя. Здравствуйте, Светлана Юрьевна! Здравствуйте! По секрету скажу, что Светлана Юрьевна, наш деловой партнер, вот эта замечательная, уютная, замечательная кухонная мебель подарена для телекома именно мебельным домом Амида, который создает уют, красоту и комфорт для наших домохозяек, для наших домов. Светлана Юрьевна, у меня самый первый вопрос. В чем такая необычная фамилия? Березовская. Что-то связано с Борисом Абрамовичем, однако вы имеете отношение к нему. Ну, вы знаете, раньше, когда я летела в аэропорту, меня всегда спрашивали, не имели я какой-либо к нему отношения. Но сейчас как-то уже фигура стала менее популярной, поэтому вопрос сейчас... Ну, на эту тему мы поговорим, а пока скажите, что мы сегодня будем готовить? Что вы, какой сюрприз приготовили для наших телезрителей? Ну, поскольку я женщина работающая, у меня постоянно не хватает времени. А так как у меня двое детей и любимый муж, поэтому мне всегда хочется их чем-то побаловать. И сегодня я приготовлю блюдо, которое, я думаю, понравится всем. Оно очень быстрое, красивое и, самое главное, вкусное. И после праздников это будет легко. Ну, замечательно. Это шашлычки куриные из филе, это гарнир к ним из кабачков и моркови. И салат, легкий салат капризе с сыром моцарелла. Все понятно. А моцарелла-то у нас вроде санкционный продукт, запрещено ввозить в страну. И импортозамещение, все свое, все отечественное. Все отечественное, да? Ну что ж, займемся тогда, наверное, курочкой, да? Будем ее начать, начнем ее разделывать. Вот вам большая доска. Спасибо. Так как у нас большой кость, не поменьше. Не в плане объема, да? Я надеюсь. Конечно, нет. Так, я понял, что вы большой любитель специй. Какие специи вы сегодня хотите? Так, сегодня мы будем использовать такие специи, как, можно я покажу то, что я принесла с собой? Это такие мои заготовочки. Так, поскольку у меня семья, это мой супруг и мои дети, ну, достаточно взрослые, они не любят острого, поэтому я буду использовать маринад пикантный. А вообще я посоветовала бы, может быть, даже взять и... либо классический. Вот кто любит остренькое, а кто любит простое, можно использовать вот такие вот в соусе маринады. Так, вот так, да? А это что у нас такое? Это вот такая специя, которая уже заканчивается, мы ее полюбили, привезли ее из Таиланда, когда путешествовали на яхте летом. Так. И вот это было уже достаточно давно. Вот такие специи, они, мы их будем использовать в гарнире. Чуть-чуть они придадут такую пикантную ноту. Да-да-да-да-да-да-да. Из соусов, из соусов мне понадобится оливковое масло, мне понадобится суевый соус, так, понадобится уже позже соус терияки, так, долмио, то, что я принесла, пожалуйста, тоже. Вот так, 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 на верхней пушке. Ну, практически все, что принесла, все понадобится. Ужас. Давайте сюда поставим. Как вы вообще с этим разбираетесь, понимаете? Для меня, вот как для простого человека, это вообще какая-то китайская грамота. Ну, знаете, общаясь с разными людьми, всегда стараешься что-то от них такое позитивное взять. Вот, например, у меня друзья-рестораторы, поэтому я научилась от них пользоваться вот такими возможными соусами. Ну, будьте рассказывать, что к чему. Так, ну я можно, да, начну? Давайте начнем разделывать курочку. Так, возвращаемся к вашей необычной фамилии. Красивая еврейская фамилия. Вот так, да? Я думаю, что сына вашего в школе дразнили олигархом, да? Вы вообще, я понял, что родом все-таки не из Бурятии. Невестка получается ваша. Ну да, да. Можно сказать, из Томска, да? Каким образом вас занесло-то вот в сибирскую глушь? Ну, я замуж вышла. Так. Из одной Сибири в другую я не считаю Бурятию глушью. Так. За то время, в которое я живу, я очень полюбила эти места. Считаю их своими. Ну и, наверное, даже считаю себя больше местным жителем уже теперь. Скажи мне, какими кусками мы нарезаем? Я вот за вами свяжу. Мы нарезаем вот такими вот... Кубиками. Да, да, да. Кубиками. Хорошо. Это у нас будут шашлычки кубиками, потому что мы будем их нанизывать на шпажки. На шпажки, да. Ну, вот нам бы можно было замочить шпажки, чтобы они, когда мы будем готовить, не подгорали. Хорошо. Их можно просто в водичку немножко опустить, и они у нас будут готовы. Ну, вот так просто можно налить водички и замочить их. Поскольку мы с вами уже нарезали, нужно будет чуть-чуть их замариновать. Все блюда, которые мы сегодня готовим, очень быстрые. Замечательно. Они много времени не займут. Это очень актуально, в том числе и для нашей программы, потому что в эфире мы ограничены. Время, да. Во времени, да. Ну, немножко соевого соуса, ну, скажем там, пару ложечек, да. Так. Соли не используем совсем, но можно даже чуть-чуть побольше, чтобы сразу у нас замариновалось. Затем мы с вами добавим немного оливкового масла. Так. О, классик, да. Для того, чтобы все-таки куриное филе, оно немножко суховатое, да. И чтобы оно было у нас таким сочным, но не слишком жирным, мы его немного сдобрим вот таким маслом. Лучше его использовать. Это можно уже, наверное, убирать, да? Пока да, пока да. Так, и теперь добавим, ну, что мы сегодня решаем? Более остренькой или более классической мягкой? Давайте классической, помягче, да. Давайте классическую. Не будем, как говорится, экспериментировать над печенью. Чуть-чуть попроще. Над печенью экспериментировали недавно. Угу. С учетом закончившегося праздника. Я понял, что вы недавно тоже устроили себе маленький праздник семьями, да. Съездили на Запад. В Парижах были, да? Да. Как там? Вот так вот. Как там на вражеском Западе, да? Знаете, хорошо. Угу. Им. Им хорошо. Как говорили в советские времена, помните? Так, все это мы перемешиваем. Запад загнивает социально. А вот так, да? Да, а Советский Союз загнивает капитально. А вот так, да? Ну, я же вам говорила уже, мы же с вами разговаривали перед передачей. Я же говорила, что я буквально патриот своей страны, особенно в молодые годы. Светлана Юрьевна имеет два высших образования. Первое, значит, я понял, что вы у нас работник культуры. Закончили наш с ГАКи. Да. Долгое время работали в Селингинске, в Доме культуры. И вот писали партийные доклады, да? Было дело. Вспоминаете эти времена? Ну, это же молодость, а молодость всегда вспоминается с грустью. Да, всегда вспоминается с грустью. Давайте еще добавим, я принесла долмион. Папаночки, да? Расскажите, что такое долмион? Традиционный томатный соус для болон-зье. Да, да, да. И мы немножечко его добавим, потому что вот мы, когда сказали с вами, что классика, обычно я добавляю его, когда делаю более остренький такой вариант. Так. И он будет, и наши шашлычки будут немножко такие красненькими, цвет приобретут вот такой красивый. Вот скажем, по времени это сколько маринуется? Несколько минут, буквально. Пока мы с вами сейчас подготовим гарнир и поставим, это уже все можно будет ставить в духовку. А ваш супруг-то долго вас мариновал? Прежде чем вы дали согласие выйти замуж? Ой. Знаете, мы были очень юные и очень молодые. Так. Поэтому чувства возобладали над нашим разумом, и все это случилось очень быстро. Очень быстро. Да, мы буквально год подружили, и вот я в Бурятии. Не жалеете о сделанном выборе? Нет, конечно, я очень счастливая женщина. Замечательно. Девича-то фамилию вас как? Не скажу. А что такое? Ну, это был удачный ченч. Быть одной фамилией, а потом стать Березовской. Пусть это будет моя маленькая. Неужели Рокфеллер? Так, давайте вернемся к нашему. Да, возвращаемся к тебе. У нас мясо маринуется, и теперь приступаем к гарниру, да? Да. Что вы собираетесь сделать? Что-то очень сложное. Да, да, да. Расскажите мне. Очень легкое, очень легкое в плане пищи. В руках у вас кабачок. Так, в руках вот такой кабачок. И вот такой вот бритвенный прибор. Все понятно. Чтобы это все эстетично и быстро готовилось, мы будем вот такими вот мягким, легким движениями руки. Ну, вот таким образом все это будем делать. И я, чтобы вы, я так как я все-таки руководитель, я не могу, чтобы другие не работали, когда я работаю. Поэтому мне хочется вам сказать, вы пока вот так морковочку. Все понятно. Точно так же, как я. Вот такими вот ломтиками мы настрижем кабачок и морковочку. Вы мне скажите, супруга, да как зовут вашего? Евгений. Угу. Я понял, у вас с семейным бизнесом. Он не предлагает, говорит, сиди дома, зачем тебе это все нужно. Готовь, варьи, за домом ухаживай. Бывает, поступают такие предложения? Вы знаете, я посидела, посидела дома. Так. Это как раз-таки вот после 90-х, когда уже все получилось, уже бизнесом. Ну, посидела дома, но все-таки, знаете, мое мнение такое, что женщина все должна успевать. Угу. И быть мамой, и женой, и быть личностью. Так. Потому что женщина, имеющая стиль, имеющая какой-то свой внутренний стержень, всегда будет молодой, всегда будет интересной. Ну, вы выбрали, честно скажу, непростой бизнес. Это мебель для кухни и дома, да? Скажите, с кем приходится работать? Кто ваш основной клиент? Ну, вы имеете в виду покупателей? Моего салона? Да. Ну, знаете, я вам так скажу, если бытует мнение, что может быть женщины, то нет. Угу. Очень часто бывают мужчины-покупатели. Так. То есть они так трепетно отходят к этому выбору. Что-то у нас быстро с вами получается. Да, да. Под мудрым рот, что значит под мудрым женским руководством. 2017 год наступил. Приятные сюрпризы от мебельного дома Амида продолжаются. Скидка 25% на 17 моделей кухонь. Мебельный дом Амида. Будьте счастливы вместе с нами. За Байкальскими холмами есть чудесный уголок. Он славен чудо-мастерами, что в масле распознали толк. Там Фёдорович знаток большой. Он масло делает с душой. Масло Фёдорович сделано в Бурятии. Наш гарнир готовится следующим образом. Опять мы возьмём пару ложечек оливкового масла. Нальём на сковородочку. Разогреваем. Да, разогреваем её. Много не будем, чтобы наше блюдо было лёгким, полезным. И затем мы немножко соевого соуса. И мы немножко нальём соевого соуса. И мне ещё понадобится вода. Совсем чуть-чуть. Ну, скажем, это будет 3 ложки столовых. Так, а как прикажете? Вот как раз у нас есть душа. Вообще к женщинам, конечно, бизнесменам отношение такое немножко предвзятое. Да? Знаете почему? Я вообще, наверное, мужчина-шовинист. И придерживаюсь такой точки зрения, что женщина может сделать мужчину миллионером, Светлана Юрьевна, только в одном случае. В каком? Откройте этот секрет. Если этот мужчина миллиардер. А, вот так, да? Так, давайте. Давайте. Ниночка нальём сюда. Я пока уберу, у меня уже скепело. Прямо чуть-чуть. Чуть-чуть. Что значит чуть-чуть? Это вот ещё капельку, да. Это для того, чтобы вот всё этот наш маринадик, который мы сделали, да, он вот такой вот более был жидкий. И сейчас он будет испаряться. И на этом пору сготовится вот это наше блюдо. Про Парижик-то не рассказали? Что там в Парижах-то творится? Как они там без нас, без России? Вы знаете, прекрасно. Так. Прекрасно. Так. У нас маленький казус был такой небольшой. Мы поехали, мы, поскольку мы ездили на Новый год, в планах у нас было встретить вот прямо 12 часов на самих элисейских полях. Так. В 11 часов мы взяли шампанское Майет. И, кстати, мы ездили всей семьёй, вместе с сыном, дочерью нашей, нашей невесткой. Так. То есть большой, дружной нашей семьёй, мы все отправились. Взяли шампанское и попытались попасть на элисейские поля. И? Ну вот здесь мы увидели, правда, эмигрантов, про которых нам так это всё активно рассказывает. По арабах? Да, 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 по телевизору. Так. Ну вот и здесь парижане были похожи на нас. Вот представьте, что такое в 12-м часу пойти на площадь Ленина, кататься на горке, да? Угу. Представляете, ну немножко риск, да? Люди разгорячённые встречей, вернее, проводами ушедшего года. Поэтому мы как-то не получилось у нас. А вот уже на следующий день, конечно, было очень здорово. Вот так получили? Теперь это всё будет вот на большом-большом огне, будет вот таким, с паром. И мы это всё закроем. Мы это не солим, не перчим. Ничего, не солим, не перчим, ничего. То есть у нас здесь соевый соус. Да, да, кабачок, морковь, соевый соус, немного оливкового соуса и чуть-чуть водички. Оливковый соус бывает? Да, 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 масло. Ну у нас уже теперь соус. Всё понятно. Так, что у нас с маринадом? Готов? Маринад готов. Сколько по времени в идеале, сколько оно должно мариноваться? В принципе, самое маленькое время, которое можно мариновать, наверное, минут 10. Ну вот немного смажем, чтобы у нас шашлычки наши не приставали. Ну вообще, как бы можно добавлять и, кто любит традиционную кухню, можно добавить картофель. То есть его так же рядом положить, возле шашлычков и красиво запечь. Тяжело возвращаться на родину-то, после западов? Да нет, нормально. Нормально, с радостью. С радостью? Конечно, нас тут ждали друзья, с которыми мы не встречали Новый год, по которым мы соскучились. Я считаю, что хорошо там, где тебя ждут, где тебя любят, где тебе рады. Поэтому нужно путешествовать, но всегда возвращаться домой. А я рад, что у нас гарнир уже готов. Все готово. Все готово. Вот такое вот у нас блюдо. Мы даже его можем выложить сейчас сразу. Я буду держать. А, давайте. Хорошо. Вы ее соусом или без? По вашему желанию. То есть мы можем сейчас много соуса не выкладывать? Я вам признаюсь, Светлана Юрьевна, это первый случай в моей практике, в нашей программе, когда блюдо буквально в течение 10 минут уже готово. Такого еще раньше не было, бьете рекорд. Видите, я же вам говорю, что у меня очень всегда мало времени. Теперь займемся спашками, да? Да, сейчас секундочку, вот этот такой финальный аккорд сделаем. Кунжутные зерны. Да, и немножечко вот так вот мы кунжутными зернышками присыпаем. Да, вы как Медагмада Ржиева, она была здесь. На программе тоже готовила тайское блюдо. И я понял, что кунжут, он вообще универсальный. Теперь нанизываем, да? Да, теперь мы с вами нанизываем, просто нанизываем и все. Ну, можно добавлять и овощи, если есть желание. Между куриными кусочками можно добавлять овощи. Я этого не люблю, потому что подгорает, овощи подгорают. В натуральном виде. Такое блюдо будет, очень любят детки. То есть оно на палочке, оно им нравится, его можно и как повседневное. И вот так просто мы выкладываем и все с вами. Так, и духовку мы будем включать на гриль, на верхний гриль. Чтобы у нас вот такие шашлычки, значит, они должны таким, с большой температурой достаточно быть. Так, вот такие получились замечательные шашлычки на шпажках. И все это мы отправляем у нас в печь, да? Да. В предварительно разогретую печку, для того, чтобы это все дело побыстрее у нас приготовилось. Да, мы с вами немножко, помните, добавили томатные пасты, да, в долмил? И у нас они стали вот такие вот румяненькие. Да, цвет такой получился, да, румяненький. Так, ну что ж, пошли, пойдемте к печке. Так. Так, наверх, да? Нет, на серединочку поставим. Ага, на середину, чтобы было видно. Так, и температурный режим ставим на? Прямо ставим на гриль, на максимум. Это очень быстро все готовится, наше 200 сегодня очень быстро. Гриль же вот, да, у нас? Да, да, там вот вверх. Так, 200, да, градусов? Да, на 200, можно даже на 220 поставить. Хорошо, как сказать, на 220. И примерно по времени это у нас займет где-то 20-30 минут. Да. Ну что ж, основное блюдо мы отправили готовиться в печь. И сейчас приступаем к закуске, да? Да. Что вы хотите предложить нашим телезрителям на закуску? Какой-то легкий салатик, я понял, да? Да, это будет легкий салатик с вот таким крест-салатом, помидорами черри. И немножко я добавляю лук, но лук можно не добавлять, это по вкусу. То есть вот такой вот салатный лук можно добавить. И все это нам украсит вот такие вот, вот такая вот моцарелла. Мне немножко понадобится лимонного сока, поэтому вот... Немножко, это сколько? Ну вот давайте вот... Выдавливаю таким образом? Чуть-чуть, чуть-чуть. Да, да, буквально всего немножко, чтобы не переборщить. Вот так. Мы сделаем сейчас с вами просто заправку для нашего салата. Буквально четверть лимона понадобилось, да? Да, да, да. Я для этого принесла еще одни специи, я помните, я вам говорила, что я очень люблю специи, это прованские травы. Вот мы с вами немножко отжали сока лимонного, добавим, и наш маринад будем делать. Вот так немного добавим. Ну, а я обязан рекламировать нашего мелового партнера, мебельный дом Амейда, который предоставляет нашим зрителям возможность готовить в уюте, красоте и комфорте. Спасибо. Так, продолжаем. Продолжаем. Снова добавляем оливковое масло. Вот видите, сегодня... Вы так любите оливковое масло? Да, я люблю оливковое масло. Наверное, в другой жизни я где-то в Италии жила. Да, да. Где тепло и очень много оливкового масла. Мы вот так его просто добавляем, делаем вот такую заправочку. Если кто-то желает, может сюда еще горчички добавить какой-нибудь, дижонской. Тогда это будет более остренько. Но мы вот сейчас решили же на классике остановиться с вами, да? Да, да, да. Это вот так все выглядит. Все понятно. Все этим мы будем заправлять наш салатик. Хорошо. Дальше что делаем? Дальше мы с вами берем красивый салатник. И просто мы в него будем выкладывать нашу зелень. Так. То есть зелень, вы сами знаете, да, наверное, что ее можно резать, а можно и поломать руками. Мы, наверное, будем резать. Вот эти вот корешки все, верно, грубенькие, да? Вообще я понял, что вы любитель минимализма. Да? Любите все, чтобы было маленько и вкусненько, да? Да, сразу видно, что вы юристы в следственных органах не работали. Нет. К счастью, пока нет. Расследование проводили по долгу вашей журналистской деятельности. Да, конечно, журналистским расследованием не занимался. А я хочу открыть маленький секрет. Вот, познакомившись со Светлана Юрьевна, я сразу сделал замечание, что, однако, вы не наша девка, не семейская, не сибирская. Какой-то у вас западный лос какой-то у вас. Не примажешься никак. Спасибо. Что-то от Барбары Брыльской у вас. Вот оно по мне. В чем секрет? В чем секрет? Ну, где-то вот моя бабушка, моя мама, мама была эстонкой. Вот. То есть вы девушка интернациональная? Да, но ничего не знаю. У меня вообще семья интернациональная. Лосков у нас много от каждого народа. Все понятно. Что делаем с помидорами? Так, теперь мы вот так все это выложили и будем выкладывать с вами моцареллу. Такими дольками. Все понятно. Правильно делаю, посмотрите. Да, хорошо. Стараюсь делать. Да, прямо у вас. Резать тонко-тонко. Здорово получается у вас. Вообще здорово. Красивые леда. Помидоры. Мы их разрежем вот так. По половинке. По половинке. Помидоры, черри по половинке. Да. И тоже мы вот так их раскидаем на этот лужок зелененький. Ну, пока у нас, значит, суть до дела, да? У нас салат практически готов. Или уже готов? Готов. Да, готов тогда. Одна заправка. Ага, заправка. Давайте быстренько заправим. Давайте, давайте. Мы так вот польем. Просто вот так сверху. И все. И все. Это дело перемешивать. Это потом перед едой. Все-таки надо перемешивать. Когда мы уже будем на тарелочку себе выкладывать, мы можем вот так вот слегка-слегка это все перемешать. Проверяем нашу курицу, да? Давайте. Так. Так. О, все готово. Да, все готово. Они приняли такой специфический поджаристый вид. Так. Так, и все. Ну, все практически мы можем выкладывать к нашему гарнирчику вот такие вот шашлычки. Сколько времени у нас заняло? Да, буквально, наверное, минут 15. Очень быстро, да? Да, да. Очень быстро. На сильном огне. Ну, надеюсь, что это будет вкусно. Надеюсь, что это понравится съемочной группе и нашим телезрителям. Для приготовления куриных шашлычков на шпажках вам потребуется куриное филе, соевый соус, приправа маринад, томатная паста, соус терияки. Для гарнира кабачок, морковь, оливковое масло, соевый соус, кунжутные зерна. Ну что же, уважаемые телезрители, наша программа подходит к своей кульминации. Кульминации мы называем, когда приступаем к дегустации наших блюд. Так, у нас остались два заключительных штриха. Хорошо. Это мы заканчиваем салатик, добавляем чуть-чуть бальзамического уксуса. Что такое бальзамический уксус? Я первый раз слышал. Бальзамический, не знаю, бальзамический. Это вот такой вот приправка такая, да, из винограда изготавливается, из виноградного сока. Вот буквально чуть сверху мы вот так красиво сделаем, и это нам придаст такую пикантность. И также немножко мы добавим соуса терьяки, который нам тоже придаст небольшую такую пикантность, он такой кисло-сладкий. Мы вот здесь вот немножечко вот так вот украсим наше блюдо, и в то же время можно использовать как приправку. Все? Так, ну что, давайте. Все готово. Угощайте. Давайте, давайте. На правах хозяйки угощайте. Так, вот салатик немножко, помните, хотели перемешать потом? Наложите мне. Давайте. Так, сейчас, сейчас, момент. Достаточно? Ну, давайте еще достаточно. Вот так. И наш гарнирчик. Наш гарнирчик. Вообще вот этот гарнирчик можно кушать палочками. Тоже немножечко. Если кто-то умеет. Ну, и вот такой вот шашлычок, да? Приступаем. Это у нас кабачок с... Кабачок с морковочкой. С морковкой. Тоже все импортозамещенное, да? Все у нас выращено. Приятно хрустит на зубах. Да? Очень вкусно. И главное, полезно. Сам себе не похвалишь. Замечательно. Потрясающе. Я хочу вам сказать, что ваш супруг и ваши дети, Светлана Юрьевна, очень счастливые люди. Они это хоть понимают? Спасибо. После того, как вы сказали сегодня, я думаю, да. Я думаю, что они по достоинству оценят вас. Ну, а с нашей стороны остается только поблагодарить вас за участие в нашей программе. И в эти суровые февральские дни, январские зимние дни, подарили вам этот замечательный летний, смотрите, какой-нибудь красивый букет. Здорово. Спасибо. Спасибо. За праздник, который вы устроили для нас и для наших телезрителей. Спасибо большое. Ну, а я напоминаю, что у нас в эфире было про кулинарное шоу «Вкусно», в которое принял участие очаровательная Светлана Березовская, директор мебельного дома «Амида». Всем до новых встреч. И, конечно же, приятного аппетита. До свидания. Всего доброго. 2017 год наступил. Приятные сюрпризы от мебельного дома «Амида» продолжаются. Скидка 25% на 17 моделей кухонь. Мебельный дом «Амида». Будьте счастливы вместе с нами. За Байкальскими холмами есть чудесный уголок. Он славен чудо-мастерами, что в масле распознали толк. Там Федорович знаток большой. Он масло делает с душой. «Масло Федорович» сделано в Бурятии. Субтитры подогнал «Симон»